Два с половиной месяца большого футбола не было в Туле. 30 июля он вернулся с очень интригующей афишей. На первый домашний матч в новом сезоне к арсеналу пожаловал один из теневых лидеров чемпионата России – Казанский Рубин. Однако увидеть этот матч с трибун центрального стадиона вживую получилось не у всех. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, посетить матч и поддержать любимую команду смогли до тысячи болельщиков. Ими стали владельцы сезонных абонементов, которые всю игру угнали команду вперед и действительно создавали атмосферу футбольного праздника. Новый, а потому идеальный газон, новый дизайн красно-желтой формы, значительно обновившийся состав арсенала – это приметы нового сезона. Но ни одна из них не помогла Туликам в первом домашнем матче. Рубин с первых минут показал, почему его считают одним из претендентов на высокие места в российской премьер-лиге. Команда Леонида Слуцкого очень легко доходила до наших ворот, а каждый их удар по воротам Шамова чудесным образом превращался в забитые мячи. Пока казанцы получали удовольствие от футбола, арсенальцы отчаянно пытались отыскать свою игру. В какой-то момент сложилось впечатление, что первый тайм с Рубином – это мучительное продолжение последних десяти минут в Черкизово. Странное откровение, на самом деле. То, что произошло в первом тайме, такого не должно. Это непозволительно. Дома при своих болельщиках здесь вопросов много. Луценко пробил головой после подачи с углового. У Римович каким-то чудом выбил мяч из пустых ворот. К неудачной игре еще добавилось и невезение. Ну, так вот банально говорить, что не повезло. Надо забивать. Достаточно неплохие моменты. И в конце первого тайма были моменты. Пытались вернуться в игру. Сделали изменения, потому что надо было что-то делать. Здесь было бы больше замен, сделали бы больше. Надо было реагировать, поэтому... Здесь, ну, где-то и соперник, наверное, чуть-чуть по счету начал играть. После первого тайма вести 3-0, наверное, где-то. Чуть успокоились. Тем не менее, безобразие первого тайма. Откровение. Вернуться в игру канонирам помогли замены. В перерыве Дмитрий Парфенов выпустил сразу трех атакующих игроков. Пантелеева, Эванса и Хлусевича. Все они в разной степени могли стать героями этого поединка. Но мяч никак не хотел катиться в казанские ворота. Сначала Бурлак хорошо открылся в штрафной и пробил головой. Мяч прошел рядом со штангой. Затем Эванс вышел один на один с Дюпиным, но не смог переиграть вратаря. Апогеем невезения стал прицельный удар Ткачева из пределов штрафной Рубина. Но за соперника сыграл каркас ворот. Исправить то, что произошло в первом тайме за 45 минут, Туликам не удалось. Однако футбол, показанный нашей командой во втором тайме, говорит о том, что мы готовы и способны показать хороший и красивый футбол. Только для этого нужно верить в себя и свои силы. Будем работать в плане психологии. Посмотрим реакцию еще. Несмотря на результат этой встречи, болельщики все 90 минут верили в команду. Это лишний раз показывает, что в Туле фанаты и команда одно целое. И в горе, и в радости. Впереди у нас важный во всех смыслах поединок с крыльями Советов, где мы просто не имеем права отступать и огорчать всех тех, кто в нас верит. В отличие от нас, болельщики у нас на высоте сегодня, как и всегда. Поэтому нам надо такие матчи стереть, выкинуть. Потому что такое безобразие не должно повторяться дома при своих болельщиках, которые так поддерживают. Увидимся на футболе уже в ближайшую субботу 7 августа. Субтитры создавал DimaTorzok